Сегодня мы с вами поговорим о моем мусоре, а именно о пустых баночках, то есть продуктах, которые у меня закончились за последнее время. Честно сказать, перед тем, как снимать это видео, я заглянула в корзину, где у меня все закончившиеся продукты лежат, и я поняла, что их там настолько много, что я это видео, наверное, неделю буду снимать, поэтому я решила перебрать все эти продукты и отобрала для вас, наверное, самое интересное, потому что вам, скорее всего, будет неинтересно смотреть на 35 гелей для душа, которые у меня закончились за последние пару месяцев, 25 банок мыла для рук и прочих продуктов из похожих категорий, поэтому я немножко оставила здесь ухода, но в основном здесь декоративная косметика, давайте, собственно, приступать. Первый продукт, который у меня закончился и который я уже купила заново, это сухой шампунь Батист. Я обожаю просто сухой шампунь, теперь я недавно на него подсела, и в основном я, наверное, на него подсела, когда я подстриглась, то есть у меня стали достаточно короткие волосы, потому что с короткими волосами у меня очень быстро жирнится вот эта вот часть волос, вот здесь, вот которая возле шеи, я не знаю почему, может из-за того, что у меня шея, может быть, потеет, я не знаю из-за чего, но у меня вот эта задняя часть постоянно, буквально уже даже на следующий день, выглядит так, как будто я не мылась, я не знаю, месяц, поэтому для меня это отличный способ поддерживать чистоту волос, и плюс ко всему еще и какой-то объем от него появляется, поэтому мне безумно понравился, конкретно вот этот мне нравится своим запахом, это тропический запах, когда я была блондинкой, он мне вообще идеально подходил, потому что он делал мои волосы еще более даже пепельными, даже если я не слишком сильно вычесывала его, то все равно оставался этот пепельный налет, который даже шел моему тому цвету волос, а сейчас с таким вот более каким-то, я не знаю, метным цветом волос, наверное, он немножко более заметен, но при этом вычесывается хорошо, поэтому я всем советую, особенно обладательницам коротких волос, обязательно обзаведитесь сухим шампунем, потом мне скажете спасибо. Так, дальше закончилось у меня два геля для лица и шеи, это от Faberlic, конкретно это серия, вернее не серия, а фирма Sengara, вот эти два геля для лица очень мне нравятся, вот вы видите, да, что у меня их два закончилось, и я скорее всего себе закажу его повторно, это хороший базовый, просто вот такой вот легкий гель для увлажнения, сейчас у меня более такой вот как бы мощный уход за лицом, но в то же время вот это отличная штука, когда нужно вот, например, перед макияжем нанести непосредственно, чтобы освежить лицо, чтобы не было вот этого вот стянутого такого эффекта, очень легкая текстура, но при этом хорошо мгновенно увлажняет, да, то есть лицо становится намного более приятным. Мне несколько человек говорили в комментариях, что им не нравится уход от Faberlic, но как бы не путайте Faberlic и конкретно вот это, потому что вот это мне тоже нравится намного больше, чем любые кремы по уходу именно от Faberlic серии. Дальше тоже закончилась у меня вот такая вот сыворотка, это швейцарская сыворотка, дорогущая, безумно просто, называется она H-Stop, и я о ней, по-моему, делала отдельный обзор, кому интересно, я его оставлю в описании под видео. Хорошая сыворотка, действительно очень крутая, очень классно она работает, не просто, знаете, вот так вот нанес и там получил какое-то увлажнение, а действительно работает, то есть тургор лица какой-то получше, общий вид получше, ну, в целом я осталась очень довольна, я бы с удовольствием ее купила заново, но у меня сейчас немножко другой уход, целая как бы серия, которую я тестирую, но этот еще и очень сильно дорогой, но если он вам по карману, то я вам советую его купить, потому что он того стоит. Из разряда больше ни о чем, у меня сыворотка витаминный концентрат лифтинг эффект от компании White Mandarin. White Mandarin это украинская органическая марка, мне очень нравятся их шампуни, их бальзамы для волос, вот эта серия у них действительно потрясающая, эта сыворотка, ну, она неплохая, я ее закончила до конца, но это из разряда, знаете, вот намазал и не заметил, что-то сделала, ну, или не сделала, ну, вроде как и сделала, ну, вроде как ты пытаешься найти у себя какие-то отличия на лице, вот что конкретно она сделала, но вот не знаю, я заново точно не куплю, потому что, как я уже и сказала, у меня сейчас уход, который я реально вижу огромную разницу между тем, что было и вот что происходит, когда я им постоянно пользуюсь. Кстати, если вам интересно, то обязательно пишите в комментариях, делать ли мне обдавленный, как бы, уход за лицом, потому что, мне кажется, сейчас у меня кожа в одном из самых лучших состояний, и сейчас, когда я делаю видео без макияжа лица, очень многие мне тоже пишут, что кожа очень хорошо выглядит, поэтому, если вам интересно, я могу сделать такое видео. Теперь о декоративке. Закончилось две тональных основы, вот это вообще жуткая печалька, снятая с производства Bourjois Healthy Mix Serum. Теперь сыворотка и обычный Bourjois Healthy Mix, они объединены в одну обновленную тональную основу. Мне все-таки кажется, что сыворотка была получше, потому что она немножко более тонкая такая текстура, но при этом она настолько как-то классно подходила моему типу кожи, у меня нормальная кожа, немножко сейчас склонная к сухости, дальше начнется лето, будет немножко склонная к жирности. Ну вот, потрясающая просто была тональная основа, но вот если вы ищете классную, такую вот приятную тональную основу из бюджетной линейки, Bourjois Healthy Mix это всегда то, на что стоит обращать внимание. Если у вас уже возраст 35+, я бы вам, наверное, больше советовала обратить внимание на вот эту тональную основу, это Color Me 2HB, она у меня тоже закончилась, номер у меня третий, первый, второй номер немножко розовый, третий, четвертый более желтый, поэтому если будете выбирать, имейте в виду. Эта тональная основа очень классно подходит для тех, кому не хочется, чтобы тональная основа заваливалась в морщинки. Она очень хорошо лежит, опять-таки тоже такая, знаете, тонкая, пластичная, но в то же время она хорошо тоже перекрывает и освежает лицо. Безумно люблю ее, у нее в составе гиалуроновая кислота, то есть она как бы еще и увлажняет на протяжении дня, поэтому однозначно советую, если вам именно хочется чего-то такого легкого, чтобы невесомо ощущалось на лице, хорошо увлажняло, не выглядела маской, вот это именно две тональные основы из вот этой линейки, но последняя от Color Me, она больше именно тоже такая, как увлажняющая из-за наличия гиалуроновой кислоты. Дальше тоже выбрасываю я две минеральные пудры, это от KIKO, они называются Soft Focus Foundation, у меня здесь два оттенка, второй и третий, второй это мой такой классический оттенок, третий это мой летний, скажем так, оттенок, у меня осталось их вот буквально там, я не знаю, ну просто на самом донышке, но я уже решила от нее избавиться, потому что сейчас я пользуюсь пудрой от KM Cosmetics, она мне нравится намного больше, это для меня слишком какая-то, слишком сатиновая, вот у KM Cosmetics есть сатиновая пудра для лица, но она именно такой вот имитирует естественный вид кожи, вот это же имитирует такой вот именно блеск, сатиновый такой перелив, поэтому для меня это сейчас перебор, и долго она у меня уже стоит, решила от нее избавиться, закончился полностью у меня консилер от Bourjois, который называется Radiance Reveal, очень неплохой консилер, я его могу рекомендовать тем, кто любит освежать зону под глазами, если вам не нужна какая-то серьезная коррекция в этой зоне, тогда вот такого консилера вполне достаточно, для того, чтобы нанести, растушевать, он очень даже достойно, красиво выглядит, но если нужна какая-то цветокоррекция, то есть перекрыть какую-то темную, темный участок перекрыть какой-то, либо какой-то там фиолетовый участок, то этого вам будет недостаточно, он будет даже больше, мешаясь с этим пигментом, внизу вашим собственным, будет создавать еще более темный такой вот эффект, поэтому как бы для этого нет, но если просто нужно чуть-чуть освежить зону, замечательно, потом тоже закончилось у меня еще два продукта, один из них это карандаш для бровей, когда я была блондинкой, я им регулярно пользовалась, это карандаш для бровей от Colourpop, и оттенок у него Blondie, не совсем мне понравился этот продукт, хотя я его добила до конца, но все-таки этот карандаш, он немножко теплый, мне бы хотелось, чтобы блондинистый вот такой самый светлый оттенок в линейке, все-таки был немножко холодней, он немножко теплый, и из-за этого я его рекомендовать не буду, сейчас я пользуюсь тем же карандашом, но другим оттенком, он называется Dope Taupe, по-моему, и вот он у меня сейчас в бровях, вот этот мне нравится, и конкретно с моим вот этим цветом волос, он работает намного лучше, вот этот именно удачный цвет, но опять-таки он называется Taupe, то есть как бы серо-коричневый должен быть, но на самом деле он такой конкретно теплый каштановый, наверное, я бы его так назвала, еще закончилась у меня моя любимая подводка, это от Faberlic 5432 номер, меня очень часто спрашивают, какими подводками я жидкими пользуюсь, и я всегда говорю об вот этой, потому что я очень многое пользуюсь, и когда вы видите какие-то стрелки на мне, то в 99% случаев это будет вот эта линейка Faberlic, мне очень нравятся эти подводки, на мне они очень хорошо держатся, они не размазываются, они не осыпаются, они вырисовывают очень четкую такую графичную линию, кто-то мне писал, что у них она осыпается, но я к сожалению, вернее, к счастью, у меня такого не происходит, поэтому я не могу это подтвердить, но можно попробовать, потому что стоит она буквально копейки, поэтому даже если не подойдет, то как бы невелика потеря. И еще закончилось у меня за последнее время целых 6 тушей, вернее, не все из них закончились, давайте по порядку разберемся. Первое, это не совсем даже тушь, это микроворст для ресниц, для того, чтобы ресницы казались толще, гуще, как бы принцип его заключается в том, что вы сначала красите ресницы своей обычной тушью, потом проходитесь ворсом по ресницам, и потом снова обычной тушью, и тогда ресницы получаются более объемными, более такими крутыми, и реально эта штука работает, кстати, это Milani, и называется Length in Seconds. Мне этот продукт очень понравился, я тоже на него делала отдельное видео, опять-таки вам оставлю, чтобы вы его посмотрели. Реально крутая штука, если вы не хотите заморачиваться с наклонными ресницами, то это очень хороший вариант. Из показанных мною тушей понравилось мне две из них, одна от Bourjois и вторая от Rimmel. Bourjois Volume Reveal, вы уже, наверное, неоднократно о ней слышали, если смотрите мой канал, я очень часто ей пользовалась. Она действительно классная, вот эта конкретно водостойкая, водостойкая мне нравится даже больше, чем обычная серия. У нее силиконовая щеточка и такая достаточно ершистая, она хорошо прочесывает реснички. Понравилась мне эта тушь, я с удовольствием куплю ее еще, когда закончу миллион тушей, которые у меня сейчас есть. Также понравилась Rimmel Long Lash, обычно туши Rimmel мне не нравятся, но вот эта мне понравилась из-за того, что у нее маленькая щеточка. Я уже неоднократно это говорила, я не знаю, почему делают вот такие вот гигантские щетки производители. Я не представляю, кому это вообще на самом деле может быть удобно. Мне кажется, что маленькая щеточка и в любом случае у тебя больше маневренность, то есть ты можешь прокрасить ресницы от самого основания и до кончиков, и при этом как бы не заляпать все вокруг. Поэтому не знаю, для чего созданы большие щеточки. Вот, к примеру, вот эта Rimmel, вот у нее маленькая такая щеточка, которая мне не понравилась, тушь, она называется Wake Me Up. И сейчас вы сравните просто разницу в размере. Я думаю, хорошо сейчас видно, насколько большая разница у них в размере. Одна такая тоненькая, миниатюрная, а вторая просто огромная, такая как гусеница. Поэтому все туши с огромными щеточками у меня после первых там двух-трех раз использования летят в мусорку, потому что я ими пользоваться не могу. Та же самая проблема у меня с тушью от Faberlic, номер ее 5327. Сама тушь неплохая. Но опять-таки, вот эти огромные щеточки, ну, я не понимаю, зачем их делать, кому они нравятся, в общем-то, я не знаю. Сама тушь неплохая, потому что я засовывала туда щеточку от туши Rimmel, и таким образом пользовалась вот этой Faberlicовской тушью. С помощью вот такой вот щеточки эта тушь работала очень даже неплохо, она мне нравилась, но с вот этой щеточкой это просто нереально. И тоже у меня был вот такой вот пробник от Lancome, это конкретно гипноз-драма. Вообще гипноз-драма мне нравилась, но вот чего-то как-то вот в этой конкретно, в этом пробнике, она мне пришла полу какая-то засохшая, полу непонятно какая, она у меня почему-то осыпалась, поэтому, короче, как-то она мне не пошла, хотя я вот сейчас вижу, что консистенция у нее еще достаточно хорошая, то есть у нее не прошел срок годности, потому что иначе она была бы какая-то засохшая или слишком такая вязкая. Она вполне нормально выглядит на этой кисточке, но почему-то вот она как-то с моими ресницами не сдружилась в этот раз, поэтому тоже летит в мусорку. Вот, собственно, и все. Все продукты, которые у меня закончились за последнее время, надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Если у вас остались вопросы по каким-то продуктам, вы можете задавать свои вопросы в описании, я по возможности буду на них отвечать. Обязательно поставьте палец вверх этому видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео, и вы меня не затеряете в своих подписках. Обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. un что-то у Редактор субтитров А.Семкин